привет мои дорогие замечательные друзья можете считать это очередным роликом аля вопрос-ответ но я буду считать это лайф роликом где я в какой-то веке нормально поболтаю расслаблюсь и не буду ковырять себе мозги всякими играми всякими сюжетами и прочим и прочим и прочим надеюсь меня слышно нормально адекватно прекрасно привет мои дорогие друзья давайте нормально все настроился давайте начнем говорить с вами я надеюсь у вас дела все идут прекрасно у вас все хорошо у меня тоже все прекрасно потихонечку жизни не жалуюсь вот закончил вангер и я пока что не хочу ничего играть ребята мне надо отойти мне надо отойти особенно мне надо отойти от мысли то что на самом деле вангер они как бы еще не закончены у нас все еще есть предыстория вангеров под названием периметр где рассказывается о всей вот этой мутатне до супа существ и как многие шутили там в комментариях вспоминая момент из мадагаскара где тип таки лежат пингвины такие ребята может будем говорить себе про периметр улыбаемся и машем парни улыбаемся и машем короче я хочу если я и буду делать ближайшее время ролики по играм я хочу что-нибудь лайтовое сделать максимально лайтовая максимально я не знаю может в моды по сталкеру поиграю какие-нибудь ладно я создавал пост на ютубе сообществе где просил вас задать какие-нибудь вопросы интересные актуальные желательно не я тут в общем ни на что не намекаю но тебя наверное об этом не спрашивали но будешь ли ты когда-нибудь делать серию роликов про мравинты или депса стоит ли от тебя ожидать роликов по вампир bloodlines маска радыч уверен никто тебе никогда эти вопросы не задавал и тебе приходится отвечать на этот вопрос совершенно в первый раз ладно бы еще игры как-нибудь отличались те которые вы спрашиваете те которые вы просите все время одно и то же мравит bloodlines флаут сталкер хотя по сталкеру ролики делал вангеры ладно давайте я потихонечку начну отвечать на ваши вопросы но прежде всего я отвечу на самый главный вопрос который очень многие задают вам прямо у меня сейчас тут в топе висит спрашивает спрашивает банана гутен морген дорогой бэбэй я всегда интересовался как тебе удается находиться в бодрости духа и даже когда у тебя абсолютно нет энергии на дела тебе удается преисполняться этой мощью может быть у тебя есть какой-то секрет какой-нибудь секретный напиток который ты употребляешь и остаешься бодрым вау какой интересный вопрос конечно же имба energy кто не знает имба это чудодейственное сухое питье в котором нет сахара но при этом напиток по своему вкусу чистейший мед без имбы я чувствую себя усталым на жизнь наложен чб-шный фильтр а лицо форме антисмайлика но стоит сделал глоточек а в жизни появляется бодренький биточек создатели имбы все время стараются чем-нибудь нас удивить и поэтому стреляют новинками как из пулемета новых вкусов уже 11 штук и это еще не предел сейчас мне лично очень по душе напитки со вкусом арбуз дыня тропик и лесные ягодки ну а теперь поговорим о том как получить с покупки имбы максимальную выгоду чтобы у вас осталась сдача на мороженое а сами продавцы кое-что с солью доедали вот мой промокодик на скидочку он никогда не меняется прямо как в война фоллауте и президент в в плюс ко всему на сайте можно заказать комбо набор на которые имеется отдельная скидка до 32 процентов в наборах есть и напитки и шейкеры имеются антисептики и даже крутецкие ковры кстати тут до меня донесли информации то что при покупке комбо набора ты получишь скромненькие такие приятные презентики как те же самые септики и стикер паки заряжайся энергией и балдей вместе с имбой ссылка в описании под роликом я тут просто стол немного пошатал а микрофон кубок поехали apple самурай привет бебек я твой большой фанат не потому что страдаю ожирением а я х я хотел бы узнать то как ты записываешь данный шедевр дегр индустрии если ты про ролики то это не шедевр как бы это обычные ролики как многие говорят более извращенная форма летсплеев не как бы записываю там беру какую-нибудь игру я решаю это будет на один ролик или этого растянется на несколько выматывающих роликов после чего я сяду в дурку прохожу после того как прошел сажусь за текст скажем так пишу заранее структуру то есть так начало то приветствие начала рассказать про имба энергию потом первая глава и так далее так далее и начинаю все это заполнять перес написал второй раз написал где-то исправляя ошибки добавляя шутки третий раз все это вот прочитал где надо что написал и так несколько раз прошелся прошелся все текст готов потом записываешь голос все это геймплея на вываливаешь в программу где ты все это будешь монтировать дальше ну и дальше сидишь тупо режешь и сшиваешь режешь и сшиваешь как тюро драны потом выкладываешь и впадаешь депрессию из-за того что подзадеваешь то что скорее всего ролик который ты выложил полное говно впадаешь после этого вообще в лютую депрессию и забиваешь болт на то чтобы заниматься или уходишь делать стрим на следующий у нас сразу три вопроса тут плате дорос 227 здравствуй биби а вот вопросики на снимок по ведьмаку впервые затронул всем переезда в другую страну на какую пал твой и настин выбор если что-то выбрали как оценишь прогресс по переезду и прогресс по переезду абсолютно нулевой все насчет того куда ехать пока что точно не определились поедем хотел сказать беларусь не извините чуть-чуть кашель после прошлой болезни осталось так что мне сейчас смеяться абсолютно противопоказано если засмеюсь это очень часто было когда я записывал ролики где если смеялся либо говорил привет мои дорогие друзья таким голосом то я потом легкий от харкел благо я это вырезал не хотелось бы чтобы это услышали а так я ответил на счет переезда пока что нулевой никуда не выбрали и скорее всего я просмотрю по нашим возможностям если мы куда-то будем переезжать то скорее всего в какой-нибудь город просто побольше чем стирли париж какие книжки порекомендуешь для чильного прочтения сорокин сорокин прекрасно чтение особенно его самое любимое произведение норма очень замечательно прям на самом деле это очень сильно повлияло на мою жизнь ой кстати меня сзади если чё бардачок вот у всякие коробочки там подушечка смотрите я трогаю подушку смотрите я держу подушку это не обращайте внимание я просто как я просто по-братски так по-босятки сами в домашней немного захламленной атмосфере не не студии же какой-то сижу в комнате сижу комнате балдею ты куда сорокин замечательно будет ну и в последнее время я читаю в основном честно я не художественную литературу возможно что-то по монтажу бывает какие-нибудь статьи может быть комиксы какие-то которые настя приобретет я прочту я бы задал вопросы душевнее но это уже сделали остальные удачи во всем и тебе удачи друг мой и тебе удачи я заранее если что тут скипаю вопросы аля будет ли кратко про dragon age это наверно тебе впервые задают этот вопрос ладно давайте я просто отвечу возможно планируешь ли добавить новые форматы на канал если да то какие да и вот если да то вот какие эти точно сказать не могу потому что это надо определиться пока что я просто балдею разговаривает с вами иногда используя слова паразита как просто вот так вот ну какой видеоролик или видеоролики тебе больше всего нравится на твоем канале так какие мне принесли больше всего бабло нельзя смеяться умру смех продлевает жизнь ага ну вообще если так смотреть самые любимые серии роликов у меня это аркс фаталис все серии готики про то что ванкер моя любимая серия роликов я пока что говорить не буду ведьма не все мои ролики нравятся все они ну как бы когда я их выпускал они мне не нравились я в депрессию каждый раз после нового ролика впадаю потому что 100 положительных комментариев 100 положительных прекрасных комментариев где люди меня облизывают говорят блин без ты такой клёвый классный один комментарий из вот и знаете ноль эффекта один комментарий где скажут то что я ну кретин скатился у меня ну маленькая писька все я как пришла идея формата кратко про я однажды посмотрел у следа на чем было это придумал я это украду а в итоге сейчас как бы следом перешел на другой уровень бытия вообще когда видео пока не буду я это отвечать не нет космические рейнджер x машина ну будет будет когда не скажу тебе вот скажите через месяц и чё и не выпущу я через месяц и окажусь то что я хрен степашка спрашивает извините ребят я вам сейчас просто покажу этот покажу это так захват экрана сейчас подождите и все и трубы снимают и степашка тебя пытались убить ли производства шоколад на бориске нет меня не пытались если вот демон и че девора и и садовери я слышал тебе нравится странная игра от отечественных разработчиков знаешь ли про замечательную несправедливо забытую турга узнаю я впервые про нее услышал на канале геймленд тв название тургар происходит от латинского слова означающего опухоль из этого можно делать какие-либо выводы как угодно да я слышал слышал ажи пытался сам играть но я тогда был слишком юный такой подумал чё за хрень я не буду в это играть да хотя господи если мне придется вот играть мне придется опять разбирать сюжет залазить какие-то форумы и прочее прочее нет 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 я не буду в ближайшую я хочу вот зайти допустим в мор в ремейк в оригинальный но я понимаю то что если я буду в них играть и делать по этим видосам по ним по этим роликом видосы мне мне придется снова занырнуть снова потом после окончания всего этого впасть в депрессию из-за того это как после окончания хорошего фильма который был настолько хорош что ты жалеешь то что он закончился и то же время трат то что это закончилось потому что это морально тебя выжигала будет когда-нибудь будет не сейчас не в ближайшее время еще планируешь что-то сделать сделать одно серийное рофельное видео с шутками прописки типа видео про гарри поттера или детей занимаешь только серьезными видео типа рассказы линии таки ранде вот ближайшее время ожидайте множество небольших роликов где будут тупо страдать фигней тупо рофлить как вот эти вот были где я говорил таким быстрым голосом типа привет мои так вот не абсолютно разумные подписчики с вами я ваш верный друг увидите как тут внезапно обрезается кадр это потому что мне очень часто приходится долго листать страничку в поисках адекватного какого-либо вопроса и скажем так я просто вырезаю такие моменты где эдвард знаешь что он спрашивает будет ли видео по вампиры было маскарад bloodlines что было до бэбэ при деградаче был прекрасный был советский союз коммунизм была идиллия утопия расскажи вот вот пообщайся самыми алдами и спаси что было при деградаче при старом деградаче легенды они таки не впадают в экстаз привет бэй-бэй пишет джеймс смотрю тебя не так давно но уже сложила тебе хорошее впечатление как и человеке в первую очередь как человеке первую очередь твои видеоролики действительно поднимают настроение видео по типу вопрос-ответ даже вдохновляют я просто сижу как как дебил читаю ваши сообщения и отвечаю на них надеюсь то что я интересный человек ладно пожалуй задам скромный вопрос и совершенно не по теме как ты относишься к автомобильной тематике и к автомобилям в целом о это вот вот это действительно интересно я не интересуюсь сарян я не интересуюсь автомобилями по большему счету я я рос без отца и у меня не было человека в семье у которой был бы автомобиль и который давал бы мне покататься шучу на самом деле мне просто не интересно но в последнее время я бы положил классно игру my summer car так что вполне возможно в ближайшее время ты будешь доволен тем что я буду ковыряться в игре где надо ковыряться в машине также хочу сказать спасибо тебе за твои старания удачи тебе и тебе вдруг и тебе и тебе владислав таскаев спрашивает вопрос откуда ты черпаешь вдохновение для роликов как и в какое время до тебя снисходит муза еще счастья здоровья семейного благополучия автору этого замечательного и позитивного канала вдохновение называется вот мне приходит заказы рекламные сказали через неделю чтобы ролик вышла и тут хочешь не хочешь вдохновение придет но вообще я я как бы понял что ты имеешь ввиду у меня нет такого то что вот пришло вдохновение я начал писать допустим текст или монтировать вдохновение как кто-то писал это умение обеспечить себе рабочую атмосферу при которой ты будешь продуктивно работать это все то чем я и занимаюсь скажем так я стараюсь максимально удобно сесть где-то взять допустим в руки ноутбук и писать текст все а там то что вот внезапно я посмотрел кино или я шел по улице и мне пришла в голову какая-то замечательная мысль нет это так не работает это слишком романтизировано и в основном работает у людей которым просто лень и когда кто-то говорит то что вот я одену ролики по вдохновению это чушь ты лентяй ты полный лентяй нет такого то что пришло вдохновение сиди обеспечивай себе удобство чтобы тебе было удобно работать и сиди и работой как и в какое время сейчас не сходит муза ну если если это если это интерпретировать как вопрос в какое время тебе удобнее работать и как ты лучше всего работаешь я работаю круглые сутки но я как бы работаю круглые сутки но больше всего производительность у меня подрубается вечером конкретно допустим сейчас у меня 10 10 вечера и я чувствую себя потому что я сова я себя чувствую прекрасно ночное время суток следующее sweet charlotte господи мне даже не пришлось ли стать долго в поисках адекватных вопросов хочу узнать у мужа цифры если игра которую вы могли бы назвать любимый нет на самом деле у меня есть множество игр которые я считаю которые я считаю достаточно хорошими а прям говорить вот моя любимая игра допустим вангеры не да давай давайте не буду приводить пример вангера допустим приведу в пример ах саталис она была моей любимой самым топ-1 именно на момент когда я прошел игру потом как-то уже позабылась и там появилась готика я прошел первую готику и такое это самая моя любимая игра прямо на первом месте прошло время чуть-чуть подзабылась и все эти игры просто оказались в списке оказались в списке очень хороших игр которые я прошел так что давай я тебе скажу так если после окончания игры у меня остается впечатление то что ты там самая любимая самая лучшая самая прекрасная игра в которой когда-либо играл то это просто это просто действительно годнота я действительно годнота и таких годных игр у меня много от этого же человека вопрос дальше чтобы вы могли сказать о ледорубах и спик лодж и об их играх муртопия тургор тук-тук ах да они же еще тук-тук делать можно надеяться на то что хотя бы в одной из них об одной из них вы сделаете видео желательно конечно мор или тургор насчет тургор я сказать точно не могу меня больше интересует мор и не именно в плане сюжетной составляющей не больше интересно как там все это построенный что из себя представляет потому что я более-менее смотрел у папича я честно говоря не особо запомнил что там происходило не особо запомнил концовки я просто понял то что эта игра про зараженный город и тебе надо обеспечить все сделать так чтобы этот город выжил чтобы как меньше людей в нем умерла при этом людей там именно важных которых ты должен спасать их достаточно много мне вот это интересно меня мучает вопрос а с чего пошла такая ненависть к фурям просто интересно честно говоря я прям такой ненависти к фурям не испытываю прям такой знаете вот как бывает же у некоторых левых или правых они ненавидят своих оппонентов прямо или ватники они вот так зубы сжимают у них трещины в зубах появляются карикатурные нет у меня такого нет просто фури это тот объект на фоне которого можно делать замечательные шутки и это именно тот фандом на чьи обиды мне чьи обиды меня не особо задевают скажем так то есть очень часто хотя кстати таких оскорбительных шуток в принципе каким-либо сообществом придумаю все меньше меньше допустим помните раньше я шутил про дарлингин за франкс и там писали часто в комментариях и потом когда начал шутить про фури многие появлялись с аватарками фурей причем все почему-то собачьи принадлежности были читать не нравится хотя я как такой ненависти не испытываю просто шутить про них наиболее весело и большему количеству людей от этого смешно людей которые смеются вместе со мной над фурями их достаточно много поэтому шутки достаточно выгодные в этом плане и следующий вопрос от дружи человека что думаете роликах про легенду о зельде не стану конечно замахиваться на всю серию но хотя бы парочку игр где сюжет погуще вы бы взяли для роликов давай в первую очередь я в принципе скажу насчет контенте по зельде у нас мало кто делает один из немногих кто прям настолько глубоко в эту тему вошел ковыряется там руками как хирург кишках пациента это у нас русичка так его канал называется его ролики по зельде это прям легенда это легендарный выпуск окно или магнум опус не помню точно каком порядке там говорится в любом случае пока что есть человек кто этим занимается занимается годно если я и буду что-то делать про зельду то это будет очень и очень не скоро но в первую очередь мне надо бы в зельду самому поиграть потому что меня на данный момент все консоли которые необходимы для этого имеются то есть тот же самый вий вию игры все у меня есть все меня есть давайте лет сплеером стану я внезапно просто листал вопросы или ставил вопрос и задумываюсь давайте я стану лет сплеером буду сидеть поставлю вот так свою камеру так и такой она будет квадратная давайте я сделаю квадратный такой и буду играть майнкрафт было бы классно да ребят не надо ничего монтировать толком там просто ну взял поставил игру вот тут снизу будет меня какой-нибудь буду излитка писать титрами слова каких-то особо классных шуток вот кто вот меня спрашивают про будущий формат и в ближайшее время ожидайте от меня ролика обзор на еду как у таляна талян перестал делать ролики для тех кто не знает я вам сейчас покажу благо у меня все работает я все могу вам показать но те кто сидят на стримах они как бы все понимают вот вот наш замечательный талян да замечательнейший человек вот он замечательнейший человек просто перестал делать ролики просто перестал делать ролики я за это вот ну я я расстроен очень сильно его обзоры на и нет нельзя нельзя ребят нельзя смеяться нельзя смеяться тут помру так вот да если что и говорят если хочешь чтобы сделаны идеально делай это сам так вот если талян не делать ролики про еду то я это буду делать и потом буду на стримах и смотреть пересмотреть я решил либо буду летсплеером либо буду обзорщиком еды я настолько уже поехал головой у меня шизняк и на заднем плане свинди грызут домика из-за чего это слышно прям вообще гризичи пожилые ну-ка не грызть все это яки спрашивает какие отношения комиксу холмстаг и стоит ли ждать у тебя разбор это необычные игры холмстаг но холмстаг это да это 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 игра это действительно это веб игра очень такая реалистичная это действительно и рада но ну насчет отношения я читал свое время но и так и не дочитал потому что я уже болт забил я дошел до этой арки стрелями эти дачи можно аркой называть дошел до арки стрелями погекал почитал дальше 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 и потом уже забил болт чем там сейчас все закончился без понятий выходит ли до сих пор эпизоды какие-либо я не знаю но то что человек талантлив который это делал я отрицать не буду а насчет разбора стоит ли ждать разбору зачем это как мэпс тебе нравится они стыкали и счастье будешь ли ты делал разбор на комиксы михаган спрашивает как ты умдаешься быть таким продуктивным когда делаешь ролик как ты умудряешься быть таким продуктивным знак вопроса когда делаешь ролик не возникает ли мысли что получается какая-то фигня на сидел заново или вообще удалять у меня очень часто появлялись мысли чтобы все это прекратить окончательно уйти на твич или начать вообще стримить на ютубе как-то вот а найти альтернативу потому что настолько это вымораживает выматывает уничтожает создание роликов она уничтожает морально я после вангеров я уничтожен у меня если бы это было был дарки с данжет у меня сейчас на башкой было бы линия нервозности линия стресса и она была бы на уровне до троу вот вот еще чуть-чуть еще один видос и я исчез и такой на заднем плане рассказчик ролик вышел убийственным а насчет продуктивности просто надо делать ставишь себе планку три ролика в месяц и делаешь делаешь батрач превозмогаешь себя но сейчас роликов будет чаще но они будут чуть-чуть поменьше они будут чуть-чуть поменьше потому что я хочу отдохнуть мне нужен отдых никаких кратко про в ближайшее время особенно никаких серьезных игр от меня в ближайшее время не ожидает никаких мор утопия а я хочу эти игры сделать я хочу и dragon age поиграть я хочу и второй ведьмак записать я хочу сделать по ним кратко про но я боюсь что если я начну делать это будет значит все ближайшие два месяца тебя схватили за яйца будешь проходить изучать читать интервью с разработчиками какую-то литературу если помор утопия то у нас есть на столком помору и придется еще и и что-то там записать поковыряться такой у меня вот-вот кровь из глаз пойдет и износ я просто так вот я просто подрублю нажму включить запуск стиме так на заде гуртовой спрашивает твои любимые жанры в литературе кино играх и музыки бобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобобоб литература вода книги по играм кино 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 в последнее время мы смотрели фильм с эдди мёрфи продали майтал от netflix вообще замечательнейшая вещь а так конкретно каких-то жанров нету нету я могу исключить жанры это из игр сессионки из музыки рэп а из кино возможно и всякие геройские кинчики мне покажут вообще никак не интересует потому что все геройские кинчики они я не даже и близко по духу по качеству не подходя не походят на старые фильмы бертона или на того же человека паука рэйме даже и близко везде только напихали спецэффектов там взрывы эпично классно в толпа людей бежит на другую толпу не людей сиджа эффекты меня это не интересует меня интересует выбыл говорить мирай спрашивает вопросик для депса хочу есть кто-то еще как часто тебя узнают на улицах часто причем там где-то про я пролистнул вопрос был из разряда а или это был из новых вопросов в любом случае спрашивать типа как бывает такой момент то что и были неловкие моменты когда люди подходили тебя на улицах узнавали такие неловкие моменты они были и знаете как они представьте я человек сам по себе я максимально я в себе замыкаюсь мне легче когда я замыкаюсь в себе когда я молча так что-то сижу думаю я был все время в сообществе каком-то на тусе я помню он таких тусах я был тем человеком который сидит так углу так а это три часа ночи а могу все-таки лучше посидеть дома попробовать поиграть в эту ммошку по данженс и драгонс или вовку поиграть и знаете что самое страшное для такого замкнутого человека это когда ты идешь по улице никого не трогаешь и тут сзади тебя во весь просто знаете бас-бусто да это же и все люди на тебя поворачиваются смотрят а ты такой а ты идешь делай вид то что это не ты тебя не узнали те с кем-то перепутали с кем-то перепутали вообще-то наушниках идешь ты ничего это не слышишь поскорее ускоряешь шаг уходишь 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 не надо быть таким пожалуйста ребят не надо самые такие приятные моменты где там подходите там трое узнал можно сфоткаться я в последнее время кстати отказывал фотках потому что я болел но люди понимающие будет я ну ладно выздоравливать тогда там подходят сфоткаться это вообще никаких проблем те были там встречались люди у которых были проблемы с телефоном я допустим году давай я на свой телефон сфоткаю если что тебе отправлю там отпишись под последним постом допустим условно напиши барабум я тебе если что отправлю такой а ну конечно спасибо там кулачками так сделали виртуально все-таки карантин все дела и разошлись вот это я понимаю это классно вот так и надо делать ребят не надо на улице пожалуйста не надо это это соблюдайте субординацию пожалуйста здоров пишет павел олейник здоров стоит ли ждать роликов по devil may cry квен делает хотя если в ближайшее время квен не возьмется за разум не оформить себе нормальную партнерку на твиче на ютубе я приду я приеду к нему в беларуси у него все у него отберу налеплю на себя маску там войс морфером скажу и бобс и начну обозревать там devil may cry 1 говорят вот вы знаете моя самая любимая игра devil may cry 1 конечно же после серии игр байонета которые я считаю намного лучше devil may cry 3 ведь там не все такое аляпистое и вырвеглазное как ты этим и все привет бэпс будешь ли ты в ближайшее время обозревать плохие игры этот вопрос меня сейчас в ступор вил плохие игры я лет сто уже этого не делал и то большая часть тех роликов которые я делал помните жидогейминг да как я например делал жидогейминг про minecraft story mode а в итоге потом на стримах прошел полностью этот minecraft story mode и мне понравилось неловко вышли а так на плохие игры я не знаю я честно этот вопрос этот вопрос нет наверное то что я пока что не хочу заниматься производством негативной энергии потому что очень часто именно обзоры на плохие игры это по крайней мере в последнее время это не смешные эти обзоры где вы смотрите типа ха какая сратая игра нет последнее время это ролики где берут какую-то среднюю игру и поносит ее с шипятом с пены у рта или допустим еще лучше хорошую игру берут из пены у рта прям с ненавистью и желчью ядом говорят то что какая-то плохая переоцененная игра геймдев сдох все вокруг говноеды ненавижу 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 представьте себе тратить свою жизненную энергию на подобный контент надеюсь то что вот все я сделал ролик сейчас на меня подпишутся буду говорить какое классный интеллектуал а такие люди сидят посмотрели первые 10 секунд они не 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 лучше грыкать над пиписьками чем такое смотреть будешь ли возвращаться к истокам и делать скетч или обзоры на новости обзоры на новости это типа как про живодерок из хабаровска не знаю честно не знаю буду знаете как гоблин сидеть вот так вот прошлым вечером по информации проверенных камрадов в минске случилась трагедия и такие картинки будут вот тут с этой стороны будут у лукашенко отпали усы и еще насчет чего я могу сказать свое мнение в политику я вдаваться не хочу не 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 все мои подписчики это это друзья на вы все мои друзья о чем нельзя с друзьями говорить правильно религии и политики потому что это та вещь после которой обычно друзья перестают быть друзьями а мне это не надо ребята думаю вам тоже а насчет скетчи скетчи там за проезд передаю за какой проезд мы на скамейке сидим на улице проехали мутерь платье и вот так я спас свои причиндалы от белаза муха мушка как этим малым маленькие мелкие существа называть вот я рад то что я с вами поболтала ребят хотите смешной прикол который я часто показывал на стримах хоббитские пальчики и все я фэнтезийный хоббит у нет у нет мне надо отнести кольцо в мордор я слишком жирно кольцо не снимается боли болин час урон увидит еще дару а все у салития сейчас похож на это салития похож на карлика я тиреон ланнистер надо убежать от моего отца пока он меня не казнил и тиреон ланнистер надо убегать надо убегать и хитрить потом и тут хобб поднимите мне поднимите мне веки белоснежка стой не ешь яблок представьте я буду выпускать такие ролики на постоянной основе вы же с ума сойдете мне перестанут рекламу покупать мне кажется им бы энероджер сто раз пожалели о том что ну такие о не не бэпс извини не 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 ты больше не будешь амбассадором а ты еще подумает то что ну шизои то что после наших напитков шизоидами становится не 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 мы лучше будем продолжать брать рекламу подкастер а подкастер там со своими историями про варкрафт классик или после очередного ролика про лода онлайн сам уже там такой такие два клыка и сегодня я буду вам рассказывать про очередную мморпг о которой все забыли какие у нас ммошки были такие забытые ворлд о варкрафт тинки винки дипси ле ле давайте я вам просто скажу вот давайте все нормально вот я я нормальный мне давайте я вам расскажу о своих планах на ближайшее время потому что многим интересно многие хотят знать я сделаю какие-то лайтовые расслабляющие ролики ожидайте сталкера ожидайте сталкера пожалуйста те кто знают на те кто в сталкача я в сталкачах знаю толк пожалуйста напишите какие-нибудь фритуплейные моды только ну фритуплейные моды нормальные не надо мне там тень бонючки советовать или за какой-нибудь там нехороший шар после где я могу выбрать какую-то фракцию в такую зайти в игру удивиться графике взять какое-то оружие и чтобы все было на основе этой игры ну та которая это не с не всратая в технологическом плане а такой же нет а шучу на этом зов чернобыля же да колов а зов припяти вроде колов припять вот да зов чистого неба вот на основе этого потому что там ну нормально все чтобы я там могу пукалки улучшать разнообразные монстры я такой я сталкер что чтобы я мог релплейт такой я сталкер колымыч я иду на зону с болтом кидаю в аномалии зарабатываю бабос пью водку нюхаю колбаску ну пронюхаю колбаску это наверное лишнее если хотите побольше лайв блогов дайте знать я вам что-нибудь позапишу только наверное уже будет не дома я где-нибудь на улице сегодня прекрасный день я иду по стирле парижу с вами я лайв блогер барубиджан и я иду сегодня шопиться в магазин все по 30 рублей посмотрите какие прекрасные щипчики для ногтей ой они сломались но ничего это же стоило всего лишь трицарик китайское говно ладно ребят а на сегодня все с вами был я ваш замечательный друг барбер джиан до скорых встреч и не улыбайте я в порядке я буду жить и надеюсь то что вы тоже будете жить КОНЕЦ Продолжение следует...